Что такое поэзия и как писать стихи, рассказали юным слушателям детские поэты Михаил Яснов и Сергей Мохотин. На творческую встречу во Всемирном клубе одесситов пригласили учеников арт-студии Клавдии Боголюбовой. Литература – это общение автора с читателем. И лучше всего, когда происходит оно непосредственно. Глаза, глаза. Для мальчишек и девчонок увидеть живого писателя, да еще поговорить с ним – событие важнейшее. Особенно вот так, в уютном зале, когда собеседников не разделяет сцена. И можно общаться, сидя рядом, как с хорошо знакомыми людьми. Проснувшись, крикнул маме, я прощай, моя пижагия. Да здравствует туфлянти, а мама мне в ответ по курсу свитерлянти, шляплянти, привет, ура большой пальтонии, шарфанцы пиват. А если вы не поняли, то я не виноват. Щенок бежал, и уши у щенка так хлопали, мотались и взлетали, что сам щенок взлетел под облака. С тех пор его больше не видали. Пусть, говорят, под колесо попал. И сколько визами не отзовется. Не бойся за щенка, он не пропал. Он улетел, конечно, он вернулся. Вместе с поэтами ребята выяснили, что каждая книга имеет неповторимый запах. Одни пахнут маслом, другие – буквами и так далее. Но все это – разные запахи захватывающих историй. Поэты получили благодарную аудиторию. Юные артисты студии Клавдии Боголюбовой тоже люди талантливые. Поэтому и общение получилось творческим. Гости провели мастер-класс по написанию стихов. Впрочем, будет более правильно называть это сотрудничеством метров и молодых дарований. Летучие мыши сидели. Замечательно. Летучие кошки влетали. В ручки. Ну просто здорово. Летучая лайка скакала по ветке и с кухни в дупло приносила конфетки. Трубека пошилась летучая. Мышь. Чего подобного? Свинка. У свинки чесалась летучая. Свинка. А если бы я вам другому сказал? Трубека пошилась летучая хрюшка. У хрюшки чесалась летучая? Брюшка. Брюшка. Стихосложение – третье мастерство, азы которого познают в арт-студии Клавдия Боголюбовой. Ее воспитанники работают над театральными постановками, а недавно участвовали в проекте «Мне это рассказал Исаак Эммануилович». Иллюстрации к его рассказам представлены в зале Всемирного клуба одесситов. Александр Виноградов, Сергей Коняхин, телекомпания КРУ.